Доброе утро, друзья! Сегодня у нас 13 января. Я поздравляю вас всех со старым Новым Годом наступившим. И сегодня у нас на улице минус 21, если я не ошиблась. Телефон у меня показывает минус 13. Я пошла посмотрела на градусник. Минус 21. Вот такая зимушка-зима пришла с морозами. Кристально чистый снег. Я не перестаю удивляться этой красоте. Все блестит, все сверкает, девственно все чистое. Скоро начнется рассвет, светать. Время полвосьмого, еще вот так темно. Вот. И сегодня у меня по плану опять переделка. Там скоро засвистит чайничек. Здесь у нас происходит вот такая борьба между собой, между Пусей и Моней. Они играются, но, конечно, он очень Пусю больно кусает. А вот. А я поставила чайничек. И сегодня по плану переделка вот этого стульчика. Стульчик куплен в Оби давным-давно. По-моему, 12-й год. То есть ему уже скоро 10 лет. Садовый стульчик, но прекрасно он стоял в квартире в бывшей, в Москве. И сегодня я хочу его переделать. Так подумала. Очень хорошо подходит он под орех. Цвет орех. Это комод, который я уже купила. И как-то без стула в спальне, ну никак. Ну вот даже просто элементарно раздеться, куда-то что-то положить и лечь спать. Конечно же, нужен стул. Да и посидеть, поглазеть в окошко на такие виды красивые тоже не грех. И вот сегодня я решила его немножечко переделать. Что я буду делать? Вот эти металлические части я просто обмотаю джутовым, джутовой веревкой или шпагатом. Хватит, не хватит, не знаю. Вот. Ну, насколько хватит, не хватит, закажем еще на Вайлберис. Вот этот джутовый канат. Думаю, что хватит. Он хорошо здесь намотан. Покупала я на Вайлберис, по-моему, 400 рублей, если я не ошибаюсь. И вот все вот эти металлические части сегодня я буду просто обматывать этим джутовым канатом. Ну, а у меня засвистел чайничек. Сейчас попьем кофе. Вчера купила медовик. Может быть, еще испеку очень вкусную запеканку без ложки, без грамма муки на манке. Потом вам этот рецепт расскажу. Но я им пользуюсь сейчас очень-очень часто. Чуть ли не через день я делаю эту запеканку и съедается она на ура. Друзья, показываю. Опять небольшой мастер-класс. Долго доходила до этого, не соображала. То есть, я... Что я сделала? Чтобы мне не брать вот эту целую бобину и не вращать вокруг дужки вот этой, ну, так скажем, ручки кресла, я отмотала вот такой кружочек, этот моточек смотала все. И теперь вот так вот вращаем этот моточек, отматываем постепенно и вращаем. Не могу, к сожалению, показать одной рукой, но я думаю, что это понятно. То есть, клубочек вращаем по мере того, как он разматывается. Мы ничего не протаскиваем, вот эту длинную-длинную нить, а просто разматываем и укладываем. Здесь я обмазала клеем титан. Вот он, этот клей титан. Обмазала дужку клеем и теперь вот так вот при помощи клубочка разматываем. Где можно было это не делать, так это на ножке. Там, естественно, все идет от бобины, разматывается, перебрасывается через ножку, вращается вокруг ножки, потому что здесь нет замкнутости. А вот уже вот отсюда, начиная от вот этих перегородок в кресле, здесь уже идет замкнутое пространство. И так мы сделать не можем. Вот я нашла выход в клубочек, вращаю и укладываю джут. Теперь еще момент. Смотрите, дальше у нас эта ручка поворачивает, то есть она не прямая, а идет уже с поворотом вправо. Поэтому вот здесь вот делайте сразу небольшой угол наклона. Вот вы видите, да? То есть уже не прямо, а вот так немножечко пошло. И вот так вот, с таким углом наклона, идем-идем до следующего изгиба. Дальше еще делаем угол наклона. И так плавно делаем наш поворот джутом. Давайте посмотрим, что у меня уже получается. Старайтесь, когда у вас заканчивается джут, чтобы он заканчивался с изнаночной стороны, так скажем. Воспользуемся вязальными терминами, то есть здесь у нас лицо, там у нас изнанка. И хорошенько его приклеиваем с изнаночной стороны. Вдруг, если такое случится, что ну как-то оторвется, потом не составит труда, все это дело подклеить, но с изнанки. Что еще я делаю? А я беру утюг и потом вот это дело все проглаживаю. И сразу джут укладывается так, как нужно, прям с паром, хорошенько. Вот так вот по боковым частям. В общем, все это дело проглаживаю. Вот уже даже вот несколько я движений сделала. Уже мы видим разницу, как хорошо уложился джут. Ну что, друзья, стульчик готов. Специально занесла его сюда, в эту комнату, чтобы показать вам, как будет хорошо этот стульчик гармонировать вот с этим изголовьем. Сейчас изголовье, скажем, не совсем подходящего цвета, скорее, совсем не подходящего. Я уже говорила вам об этом, что я буду перекрашивать это изголовье кровати. Кроме того, еще буду его укорачивать. Но, тем не менее, оно очень будет гармонировать именно с этим стульчиком. И теперь будет как-то приятнее касаться вот этих вот ручек на стуле. Ну, потому что это джут, это приятно к телу. Это все-таки касание не к металлу. Вот так вот садовый стульчик. Думаю, что хорошо впишется в наш интерьер. А еще я вспомнила, что я приобрела вот такой замечательный комплект постельного белья. И также покрывала штора, скатерть, даже прихватки на кухню, полотенце. Это все вот из этой серии. По-моему, называется цветущий пион. Я как-то вам уже показывала. И вот четыре сидушки у меня вот такие. Потом еще две докупала. Очень красивый и уютный получился стул. Конечно, это некрасиво сейчас смотрится с этим аляпистым линолеумом. Но когда здесь будет красивый кварц, винил, когда здесь будут обои, комод, красивое изголовье, в общем, бра, светильники, это все, конечно же, будет смотреться совершенно по-другому. Кузьма, ты очень красиво смотришься на белом фоне. Ты знаешь об этом? Что застеснялся? Так что, друзья, дом начинает превращаться из такого безликого, на мой взгляд. Ну, конечно же, он для меня был безликий. Почему? Потому что это был не мой лик, это был чужой дом. Сейчас это мое настроение, это мои эмоции, это мой труд, который я сюда вкладываю вместе с Лешиком. И, конечно же, я думаю, что у нас будет просто великолепный результат. Ну вот, мои хорошие, на этой созидательной ноте, на таком эмоциональном фоне, приятном эмоциональном фоне, я, во-первых, хочу поздравить вас с наступившим старым Новым годом, пожелать вам всего самого доброго, светлого, любви, счастья, благополучия. Ну и самое главное, это, конечно же, здоровье. Будет здоровье, будет у вас всё. Вот у меня уже батарея начинает разряжаться. Я вас всех обнимаю, всех люблю. Желаю вам неимоверного полёта фантазий. Ничего не бойтесь, у вас обязательно всё получится. Ну, я вас всех обнимаю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»